Ну а мы переходим ко второй части нашего предложения, это предложение на бизнес. И как мы уже говорили, у нас две возможности, о чем мы можем говорить. Это дополнительный доход, когда человек просто может показывать каталоги и зарабатывать немедленную прибыль. И это, конечно же, стиль жизни от Арифлейн. Совершенно по-другому иметь другую жизнь, ту жизнь, которая бы достойна. И мы считаем, что у нас лучшее предложение на рынке для наших потребителей и для наших продавцов. Потому что наши клиенты уже с первого заказа получают 20% скидки на любой продукт из каталога. Наши консультанты получают еще большую выгоду, рекомендуя продукты, которые представлены в каталоге. И вы, наверное, заметили, и мы сегодня много об этом говорили, что в нашем арсенале появляется очень много наборов. И это, наверное, не случайно. Потому что, используя наборы, наши клиенты получают сразу видимые результаты. И это, в свою очередь, гарантирует лояльность клиента к продукту, лояльность к компании, лояльность к вам, к консультанту. Что, в свою очередь, обеспечивает вам продажи в будущем. И наши консультанты, рекомендуя именно наборы, получают еще большую выгоду и еще больше баллов и бонусов, что, скажите мне прямо, да, у нас это немаловажно при нашем бизнесе. Я хочу сказать о том, что у нас лучшее предложение для лидеров. Потому что мы с вами живем не совсем простое время, скажем так, турбулентное время. Когда на многих рынках нашего региона политическая ситуация, экономическая ситуация не совсем спокойна. И вы на себе уже ощущаете и снижение потребительской способности своих клиентов. И девальвация валют на разных рынках. Но, несмотря на это, мы увеличиваем скидку нашим консультантам. Мы выплачиваем одноразовые премии в долларах по курсу национальных банков тех стран, в которых вы проживаете. И мы приглашаем своих лучших лидеров на международные конференции, например, такая, как Египет. Я думаю, что аплодисменты достойно. За последние 18 месяцев огромное количество новых званий появилось в Арифлейн. Мы выплатили более 10 миллионов долларов только в виде единоразовых премий. И более полумиллиарда долларов всех остальных выплат нашим консультантам. Аплодисменты, я думаю, здесь достойно. Аплодисменты. И это еще не все. Потому что в компании Арифлейн мы предлагаем не только заработать деньги. Мы предлагаем изменить свою жизнь. У нас есть возможность получить то, что мы не можем получить, возможно, на другой работе. Это признание. Это возможность стоять на лучших сценах страны и мира. И в нашем регионе Казахстан уже поддерживает, потому что узнает своих лидеров. Закрылись новые дважды бриллиантовые директора из Казахстана. И новый исполнительный директор из Украины. Украина поддерживает аплодисменты этим лидерам. Кто будет стоять на этой сцене в следующем году? С чеком, с новым. Есть, есть. И все поднимают руки. Я. Молодцы. Потому что на самом деле это зависит только от вас. Вы сейчас принимаете решение, будете ли вы находиться на этой сцене. Будете ли вы получать поздравления и от своих спонсоров, и от своих лидеров, которые находятся в вашей команде. Сейчас вы строите жизнь, которой вы можете гордиться. Которой вы будете гордиться. Которой будет гордиться ваша семья и ваши дети. И сейчас я хочу пригласить на сцену лидера, который начал менять жизнь с Арифлейм. Который поверил в Арифлейм. И мечты которого начались сбываться вместе с компанией Арифлейм. Я приглашаю на эту сцену золотого директора из Молдовы, Георгия Балана. Добрый день, дорогие лидеры. Я рад приветствовать вас на таком важном событии. Первой конференции менеджеров Арифлейм. Я поздравляю вас с этим. Меня зовут Балан Георгий, мне 28 лет. И 5 лет тому назад я принял решение. Я принял свой путь создать партнерство с компанией Арифлейм. Я пришел в Арифлейм, я будучи студентом, не как обычно. Моя лучшая подруга хотела зарегистрироваться. Это мой сейчас спонсор, Диана Сакичук. Вы ее практически все знаете. Она пришла в Арифлейм получить подарок сумки, набор сумок. И я, как настоящий друг, хотел ей помочь. Я зарегистрировался, я был первым новичком в ее команде. Помог сделать какие-то заказы для родных, для знакомых. И после этого я сказал, что все, здесь на этом можно ставить точки. Она мне предложила возможность создать бизнес-компанией Арифлейм. Я сказал, что если бы я был девочкой, я бы с радостью это сделал. Но я ведь парень, я ведь инженер, я закончил политехнический университет. Прошло время, я закончил учебу, был за границей в США, работал. После этого начал работать в министерстве за 100 евро в месяц. После этого я увидел, что Диана уже стала директором компании Арифлейм. Я поверил Диане, поверил в свои силы, поверил в возможности. Я каждый день на обед и вечер после работы проводил 8 в офис Арифлейм. Создавал команду, рекрутировал, обучался и обучал других людей. После 2 месяца, 23 дня я решил уволиться с министерства. И весь день, каждый позже день я приходил в офис и создавал команду. Почему я это делал? Почему я приглашал людей в компанию? Потому что у меня были большие мечты. Я хотел собственную квартиру, я хотел машину. После некоторого времени мы с супругой через несколько месяцев перейдем в собственную квартиру, новую квартиру. Мы купили машину. И большинство это благодаря компании Арифлейм. Каждый день мы приглашаем новых людей, каждый день мы регистрируем, каждый день мы проводим бизнес-встречи, каждый божий день. Почему опять мы это делаем? Потому что только благодаря бизнес-встречи мы можем расти сильную команду, нацеленную на долгосрочный результат. Сейчас, в данный момент, в первом уровне у нас 6 партнеров. 2 на 9, 2 на 12 и 2 директора, которые тоже открыли разные звания. Как мы рекрутируем, как мы делаем презентации каждый день? Мы звоним, например, знакомым. Привет, как дела? Что нового? Почему я тебе звоню? У меня к тебе серьезное предложение, касается денег. Мы должны встретиться на полчаса ночи, чтобы я тебе объяснил, в чем стоит мое предложение. Понравится, хорошо? Нет, значит нет. Люди отвечают по-разному. Кто-то отвечает, а в чем речь? Извини, я сразу не могу тебе рассказать. Нам надо встретиться. Понравится, хорошо? Нет, значит нет. Другие говорят, это Арифлейм, я слышал, что ты Арифлейм занимаешься. Конечно, это Арифлейм. Но только я тебя не приглашаю в Арифлейм. Первый, у меня к тебе другое предложение. Понравится, хорошо? Нет, значит нет. И третье, многие говорят, хорошо, давай на следующий день. Извини, для меня это очень серьезно. Я всегда акцентирую, что для меня это очень серьезно, это очень важно. Идеально было бы сегодня, либо завтра на час. Я опять в конце говорю, понравится, хорошо, нет, значит нет. В день я провожу минимум 3-4 бизнес-встречи. Максимум это было 15 бизнес-встреч в день. Помимо этого в сервисном центре мы проводим бизнес-презентацию, где там присутствуют от 30 до 70 участников, где я там рассказывал бизнес, идеи с компанией Арифлейм. Многие люди плачут на этих встречах, серьезно. Помимо этого, для чего важно создавать поток людей каждый день? Потому что только благодаря потоку людей, только благодаря рекрутированию каждого дня появляются новички 3-6%-ников, которые мы обучаем, чтобы у них тоже были новички 3-6%. Они становятся менеджерами. Потом мы их обучаем, они становятся директорами. Это очень важно. И всегда я своей команде говорю, чтобы развивать команду, чтобы развивать бизнес-компанию, для этого нужно 5 факторов. Это мое мнение. Первое, это принять решение. То, что я принял 5 лет тому назад. Второе, правильный фокус, выбрать правильный фокус. Третье, это дисциплинировать, это следовать. Четвертое, это каждый божий день бизнес-презентации. Каждый день на это наш фокус создавать команду, развивать лидеров. И пятое, но не в последнюю очередь, это высокий эмоциональный тон. Это очень важно. Высокий эмоциональный тон. Сейчас у нас другие мечты. Мы хотим попасть на бриллиантовую конференцию, юбилейную бриллиантовую конференцию в Майами. И еще одна мечта для меня, чтобы я вместе с командой попали на юбилейную золотую конференцию 2017 года. И у меня к вам такое предложение. Давайте встретимся все вместе с командой на юбилейной золотой конференции 2017 года. И до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!